Зимний сезон заездов на льду в Полевском незаметно подошел к своему логическому завершению. И так как в большинстве регионов ледовые треки уже не функционируют, в Полевской на закрытие сезона приехало довольно много участников. В финальные соревнования собрали 43 пилота в дрифте и 76 в ралли-спринте. Если обычно по классике жанра к финалу идет убыль, количество участников, то здесь я бы сказала, что все ровненько все идут, потому что все хотят накататься. Все-таки зимний сезон заканчивается, а лето оно значительно отличается от зимы, соответственно. Поэтому зима будет в следующий сезон не скоро. Прославленный Полевской картингист Даниил Стахеев решил попробовать свои силы в новом для себя виде – зимних гонках на льду. На своей восьмерке он заявился в ралли-спринт. Машину мы купили почти готовую, а себе к лету надо переподготовить, но на зиму не успели мы ее доделать полностью. В ней варен каркас безопасности, полностью убран весь салон, мотор стандартный стоит, больше изменений таких нет. Первый подобный опыт для Даниила стал не очень успешным, и он показал седьмое время. Здесь маленько посложнее, больше задач для пилота надо выполнять по сравнению с картингом. А вот Матвей Жуков из Екатеринбурга далеко не дебютант подобных соревнований. Правда, четыре года по различным причинам не удавалось погонять на льду. И вот узнав про закрытие сезона, спонтанно собрался и приехал сюда, чтобы тряхнуть стариной на своем модифицированном логане. У него мотор стоит, 16-клапанный, передняя подвеска самодельная, кастомная, коробка от классики, задний мост от BMW E28, ну и все, кардан тоже BMW. Матвей, как и все пилоты, участвующие в данных соревнованиях, очень кропотливо готовится к заездам. Вот, например, спускает воздух на задних колесах. Держака не хватает на задних колесах, стаскивает машину очень сильно, поэтому врезаюсь с угробы. Сейчас пустили давление, выставили поменьше полторы атмосферы, может получше будет ехать. Перед третьим заключительным этапом, что в дрифте, что в ралли-спринте, невозможно было сказать со стопроцентной уверенностью, кто станет абсолютным чемпионом. Все могло поменяться в последнем заезде. И финальный он всегда, ну, перевешивает в плане, если, допустим, одинаковые баллы, то тот пилот, который на финале занял место выше, он будет по итогам признан выше. В итоге победителями третьего этапа ралли-спринта стали в классе стандарт Артур Паутов, в классе тюнинг Никита Мичкарев, в классике Руслан Гадельшин, в свободном классе Павел Козяев, в спорте Григорий Новиков и в абсолюте Руслан Худатов. В дрифте лучше всех выступил Антон Фикс, а в общекомандном зачете в очередной раз победил коллектив ЛСЕ. Всего в этом году на ледовом треке в техническом карьере вблизи поселка Кладовка состоялось четыре гонки, и все они прошли ярко и зрелищно. Сезон завершен, и пилоты с нетерпением будут ждать новый. Максим Исаенко, Константин Миронов, Новости 11 канала.